Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48,3. Самые заметные темы и события четверга 23 октября в программе «Наше время» в студии Мирики Ульманов. Здравствуйте! Земля ушла из-под ног. В 23 микрорайоне перед торговым комплексом «Радуга» обвалилась часть площадки у центрального входа. Всё произошло сегодня около 11 часов дня. К счастью, в ЧП никто не пострадал. Сразу после обрушения бетонной плиты работники администрации торгового комплекса огородили место происшествия сигнальной лентой и приступили к заделыванию провала. Да вот грузовые машины подъезжают, потому что тут пустотка же. А что? Ну и провалился, что плита сломалась. Однако те, кто стал очевидцем случившегося, рассказывают, грузовиков на месте обрушения они не видели ни разу. А вот то, что плита рухнет, мало кто сомневался. По словам людей, едва заметный провал появился ещё летом. Но на это в администрации «Радуги» внимания никто не обращал. В течение лета всего я там ящики свои оставляла, хожу туда. Там такая вот канава прям глубокая была. Ухаб, как ухаб. Глубокий, очень ухаб. Сантиметров, наверное, 20 вот такой. Ещё из происшествий. Невнимательность шофёра привела крупные аварии на дороге. Водитель «Шкоды» «Фабия», выезжая со двора на проспект Победы, не уступил дорогу вазу 14-й модели. В результате столкновения двое пассажиров отечественной легковушки доставлены в больницу с ушибами и переломом руки. Также за помощью к врачам обратился и водитель иномарки. Авария доставила огромные неудобства людям. Участники ДТП перегородили проезжую часть. В итоге без того загруженный проспект Победы встал в одной большой пробке. Положение автомобилистов усугубили и троллейбусы, которые не могли объехать затор и скопились на правой полосе дороги. Сейчас автоинспекторы проводят проверку, разбираются в обстоятельства дорожного происшествия. Проверили мастерство. Сегодня в Оренбурге прошёл конкурс водителей общественного транспорта. На автодроме участники состязались в умении грамотно, а главное без нарушений, управлять автобусом. Но так ли идеальны водители пассажирского транспорта на городских улицах? Чтобы выяснить это, наша съёмочная группа отправилась в рейд вместе с сотрудниками ДПС и убедилась, что водители автобусов и маршруток на дороге ведут себя не так корректно, как на конкурсе. Восьмёрочка передом, восьмёрочка задом. Водители пазиков практически безукоризненно выполняют поставленные конкурсом задачи. И неудивительно, ведь многие управляют пассажирским транспортом уже по нескольку лет и заслуженно считаются профессионалами своего дела. Вот вы очень аккуратно и корректно выполняли все задания. Скажите, а в жизни так же водите? Ну да, приходится так же. Иногда бывают такие моменты, что даже проехать невозможно. Приходится в притирку проходить. Правила все соблюдаются? Да. Стараемся как можно. Не нарушаете? Нет, не нарушаю правил. На остановке аккуратненько, всё, подъезжаем. Мы впечатлили с виртуозным и грамотным вождением специалистов и решили вместе с сотрудниками ДПС провести рейд, чтобы выяснить, так ли корректны водители пассажирского транспорта на городских улицах. Мы не были уверены в том, что нам удастся заснять хоть одно нарушение, ведь с нами был автомобиль дорожной полиции. Но ждать пришлось совсем недолго. Не прошло и нескольких минут, как появилась вот эта вереница автобусов, не боясь видеокамеры и сотрудника ГИБДД, они двигались совсем не по правилам. Данный водитель совершает маневр поворота налево с нарушением правил дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения, водитель при повороте налево или направо должен занять соответствующее крайнее положение. И это далеко не всё. Во время управления пассажирским транспортом водители разговаривают по мобильному телефону, не используют ремни безопасности и позволяют себе курить во время рейса. Причём делая это так нагло, что сотруднику ДПС не оставалось ничего другого, как войти в салон и сделать замечание. Как правило, не включают указатели поворота перед заездом в карман, перед началом манёвра. Также из-за того, что мотивирует это водителя, что пассажирам так удобнее, не заезжают в остановочные карманы. То есть высаживают пассажиров как попало. Тем самым подвергая жизни и здоровью пассажиров опасности. Очевидно одно, манера управления общественным транспортом на городских улицах пока далека от того, что показывают водители на конкурсах. Иван Бер, Вадим Нечаев. Наше время. К другим темам. Около 400 семей в Оренбурге стоят на учёте у полицейских. Такую нерадостную статистику озвучили сегодня в мэрии. Причины разные, но чаще всего под особый контроль попадают семьи с детьми, где родители ведут нетрезвый образ жизни. Очень часто подвыпившие взрослые абсолютно забывают о своих чадах, ставя жизнь детей под угрозу. Нередко неравнодушные родственники и соседи устают смотреть на мучения малышей и сообщают о таких семьях в полицию. Как привести нерадивых родителей в чувства? Ольга Патрушева вместе с сотрудниками ПДН сегодня отправилась в гости к таким семьям. В однокомнатной квартире Раиса Мананникова живёт её бывшая сноха Татьяна со своим сыном. 13-летний мальчик, старушке неродной, но относится она к нему как к внуку. Что не скажешь о матери, которая не работает и живёт лишь на пособии и на пенсию сердобольной Раисы Ивановны. Чем занимается её некогда любимая сноха, пенсионерка не скрывает. Ну потому что она... Но специалист уверяет, ставить крест на нерадивой мамаши не стоит. Они ещё надеются наставить её на путь истинный. Как это получилось со Станиславом Шевченко. Мужчина нашёл утешение в алкоголе после смерти жены. Так крепко, что забыл про родную дочь. Его не оставили в беде и вернули к жизни. Теперь сюда приходят без нотации, а только чтобы вручить памятку. Если что случится, телефоны там есть. А в этом покосившемся доме живут пять детей. Хотя назвать это жилище домом трудно. Окна разбиты, газ отключится дня на день. Хозяева за него не платят. Узнать почему не получилось. Ворота закрыты изнутри. И отворять их никто не собирается. Мы врываться, конечно, не будем. Мы соблюдаем права и несовершеннолетних, и граждан. Вот мы в данной ситуации, мы просто совсем по-другому выйдем на родителей. И, возможно, смогут уговорить их заплатить за отопление. Если нет, то детей, скорее всего, придется забрать. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Студентов заставляли работать бесплатно. Сразу в нескольких учебных заведениях Оренбурга незаконно использовали труд молодых людей. Об этом сегодня рассказали в прокуратуре. К студентам, живущим в общежитиях, применялись так называемые штрафные санкции. За несоблюдение дисциплины под угрозой выселения ребят привлекали на хозяйственные работы. Хотя делать этого не имели права. В нарушении требований закона в обязательном порядке привлекались лица к ремонту, к уборке. Хотя, в соответствии с Федеральным законом образования, это допустимо только или лишь с их согласия. Также устанавливались ограничения для доступа в общежитие в вечернее время, в ночное время. Что также в соответствии с требованиями Жилищного кодекса и Федерального закона образования недопустимо. Кроме этого, наказания, вплоть до выселения, могли применяться и к детям-сиротам и инвалидам, что тоже незаконно. Претензии у правоохранителей были к аграрному и педагогическому университетам, медицинской академии и нескольким колледжам. После прокурорской проверки нарушения в этих учебных заведениях устранены. Нужна ли Оренбургу гостиница мирового класса? В областном центре вот-вот приступят к строительству четырехзвездочного отеля «Хилтон». Возможность вписаться в эту международную гостиничную сеть появилась у нашего края год назад. Тогда на сочинском форуме губернатор Юрий Берг подписал соглашение с инвесторами. Пока, правда, Оренбургский «Хилтон» есть только на бумаге, но его уже называют лучшим отелем города. Так какой же она будет, где раскинется, а главное, кому нужна эта гостиница? Екатерина Киселева погрузилась в тему. Итак, Оренбургский «Хилтон» вырастет именно здесь, на улице маршала Жукова, прямо напротив президентского кадетского училища. Если планы инвесторов и застройщиков никто не спутает, то первые постояльцы смогут оценить всю широту европейского размаха уже осенью 2017 года. Вот вид с улицы маршала Жукова. Естественно, в обязанности застройщика благоустроить всю окружающую территорию. Внешний вид будущего «Хилтона» сногсшибательным, конечно, не назовешь. Видно истинный европейский шик четырехзвездочного отеля будет поджидать гостей города внутри. Порядка 12 тысяч метров само здание общей площади будет, 8 этажей со всеми сопутствующими помещениями, ресторан, конференц-зал и так далее. Оренбуржцы о том, что областной центр вот-вот впишется в международную гостиничную сеть, пока ни сном, ни духом. Весь о разворачивающемся подносом строительстве прохожий принимает неоднозначно. Лучше бы какой-то сквер, чтобы насадить насаждение, клумбы сделать, чтобы побольше зелени было. Если строится, значит, наверное, нужен. Для чего? Да, для приезжих гостей. Садик, школа, что еще такое? Что-то детское можно было бы сделать. Нужен, наверное, для приезжих. Ну вот гостиница есть, я не знаю, вот в такой близости нужен еще что-то вот. Ну, над этим можно задуматься. По соседству с будущим отелем и впрямо же имеется гостиница Оренбург. Не Хилтон, конечно. Зато самый бюджетный номер на одну персону стоит там 2400 рублей в сутки. Для сравнения, сутки в Воронежском трехзвездочном Хилтоне обойдутся вам минимум в 4600 рублей. Ведь эта всемирно известная гостиничная сеть строится не для тех, кто привык экономить на себе. Хилтон – это статусная вещь. И гостиницы у нас много, и они все разные. Да, есть гостиницы и на периферии, и в центральной части города. Но именно гостиница, которая отвечает стандартам Хилтона, это соответствует статусу региональной столицы. Ориентировочная стоимость проекта – 500 миллионов рублей. Сумму поделят между собой частные инвесторы. А правительство области обещает поддержать столь смелое начинание, уже назвав его приоритетным. Екатерина Киселева, Дмитрий Журавлев, Виктор Горшинев. Наше время. Куда уходят наши платежи за свет? Компания «Энергосбыт плюс», собирающая с Оренбуржцев деньги за электричество, не торопится делиться ими с Оренбургэнерго. На сегодняшний день долг составляет уже 283 миллиона рублей. Совершенно очевидно, что такая колоссальная сумма не останется незамеченной. Уже сейчас энергетический комплекс Оренбуржия просто не может работать в полную силу. Чтобы покрыть текущие расходы, компания «Оренбургэнерго» вынуждена брать кредиты, сворачивать ремонтные работы и задерживать зарплаты своим сотрудникам. Но и это не самое главное. Мы начнем подключать потребителей «Энергосбыта». В первую очередь, естественно, мы отключим все офисы «Энергосбыт плюс» по всей области. Работа у них просто встанет вся. Потом начнем отключать всех потребителей. Неприятности будут и у Оренбург-водоканала. Ну да, скважину мы не отключим, что-то не отключим, но вынуждены будем парализовать всю работу Оренбург-водоканала. Допустим, как отключаем базы, мастерские. Свою задолженность «Энергосбыт плюс» объясняет тем, что потребители задолжали за электричество миллиарды рублей. Но в Оренбургэнерго думают иначе. Сказать, что чрезвычайно критическая ситуация по дебиторской задолженности у «Энергосбыта», это сказать нельзя. Потому что 4,6 миллионов дебиторская задолженность, миллиард двести – это текущая задолженность, которая должна, это по условиям договоров энергоснабжения, поэтому здесь деньги поступают. И основная масса потребителей электроэнергии, они электроэнергию оплачивают. А это, я считаю, что просто какие-то голословные заявления. Сегодня мы связались с руководством «Энергосбыт плюс». В компании заверили, что накалять обстановку не будут, и в ближайшее время вернут Оренбургэнерго все долги. О бюджете публично. В Оренбурге сегодня прошли традиционные общественные слушания главного финансового документа на следующий год. Разработчики проекта прилюдно обозначили основные направления расходования казенных средств. Желающие могли задать вопросы и даже внести предложения по отдельным пунктам. Глаз народа депутаты ЗАГСОБа пообещали учесть в окончательной редакции бюджета. Тему продолжит Виталий Сапожников. В этом зале общественные деятели, бизнесмены, представители социальной сферы и даже студенты, и все те, кому не безинтересно то, как и на какие средства будет жить область в следующем году. Так называемые публичные слушания – процедура важная и необходимая. «Механизм проведения публичных слушаний очень важен для того, чтобы социум знал, что такое бюджет, какие услуги будут оплачены бюджетом, и что каждому жителю области даст наш бюджет». Сегодня можно не только узнать о том, куда будут тратить деньги, но и высказать свое мнение по поводу главного финансового документа. Такое только приветствуется. «Ассоциация предпринимателей Оренбурга, Союз промышленников, то есть нам высказали несколько замечаний в части того, что в условиях кризиса надо поддерживать бизнес. И мы это явно учли, и мы в течение года трижды корректировали эти строки». Бюджет 2015 ярко выраженными особенностями не обладает. Во главе угла, как всегда, социальная сфера. На нее отрядили около 80% всех средств. По прогнозам, каких-то серьезных финансовых потрясений в следующем году быть не должно, хотя готовы ко всему. «Главный риск, который существует в бюджете, это не секрет никому, это цена, это объем добычи нефти, это цена нефти и, соответственно, курс доллара. То, что прописано в федеральных прогнозных цифрах, нас немножечко напрягает. Все-таки сегодня уже явно не 100 долларов цена одного барреля, а намного ниже». Как пояснили разработчики проекта, бюджет на будущий год, хоть и не обещает мощного поступательного развития, но точно гарантирует стабильность, а она в нынешних условиях как никогда необходима. Виталий Сапожников, Дмитрий Журавлев. Наше время. Встреча со звездами кино. Столичные гости фестиваля «Восток-Запад», «Классика» и «Авангард» побывали сегодня в геронтологическом центре «Долголетие». Там известные актеры Юрий Назаров и Людмила Мальцева пообщались с одинокими пенсионерами и исполнили со сцены несколько музыкальных номеров. Артисты также много импровизировали и читали стихи постояльцам «Долголетия». Творческий дуэт Людмилы Мальцевой и Юрия Назарова сложился 20 лет назад. С тех пор актеры совместно участвуют в подобных благотворительных встречах. Груз за плечами, как-то он хочется поклониться, понимаете, человеческому-то выдержке, мужеству. В общем, созидать, созидать надо. Прожили жизнь достойную. Как правило, действительно, труженики, нелегкая жизнь за плечами. Как молодые бузулучане прошли спецзадание и читали клятву. В компании «Оренбургнефть» совершили традиционный ритуал посвящения в нефтяники. В этом году ряды предприятия пополнили 80 молодых специалистов и рабочих. Торжественное мероприятие прошло в Бузулуке. В таинство посвящения в профессию окунулась и наша съемочная группа. Я принят семью нефтяников! В этом году их 80. Армия молодых и амбициозных рабочих и специалистов. Священную для каждого нефтяника клятву они дают не только руководству, но прежде самим себе, что постараются в компании быть максимально полезными с профессиональной стороны. У Виктора Ивлева мечта была стать автомехаником, но судьба распорядилась иначе. Он попал к нефтяникам, но об этом нисколько не жалеет. Коллектив хороший, добрый. Объясняют, если что-то не так делаешь. Тебе подскажут, помогут. Очень хорошо приняли. За плечами каждого из них, пусть и маленький, но опыт. Они уже познали азы нефтяного дела и не понаслышке знают, как добывается черное золото. Впереди много важных и нужных дел, и наставники обещают им в этом помочь. Я закончил Московский университет, и очень много людей тоже прибывает из Москвы. И сложилось такое впечатление, что после Губкинского, Московского, либо за границу, либо в Бузулуг. В общем-то, я рад, что сюда прибывают люди. У нас собирается гораздо больше такая интенсивная, интересная команда. Компания «Оренбург-Нев» всегда уделяет большое внимание молодежной политике. И в первую очередь создает все условия для развития новых кадров. Проводит тренинги, обучающие семинары, творческие конкурсы. Учить нефтяному искусству начинают уже со школьной скамьи. В Бузулуге-Багруслане были открыты два Роснефть-класса. Это большая прибавка к нашему коллективу, поскольку перед «Оренбург-Невть» ставятся большие стратегические задачи, и требуются именно энергичные, целеустремленные, инициативные, творческие молодые люди, которых мы будем развивать на своем предприятии. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов, «Наше время». Пришло время спорта. 17-й по счету. В Оренбурге стартовал всероссийский юношеский турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона СССР и Европы Владимира Чернышева. В этот раз в соревнованиях примут участие более 100 юных спортсменов. Традиционно на ринг выйдут боксеры не только Оренбургской области и других регионов России, но и Казахстана. Александр Горшков занимается боксом несколько лет. Уже получил третий разряд, но говорит, этого, конечно, мало. Готов тренироваться днем и ночью, чтобы добиться большего. Все-таки охота первые места занимать. И вот на следующий год у нас очень много будет соревнований. И вот я буду готовиться. И, может, тоже скоро буду чемпионом мира. Как раз для мальчишек, влюбленных в бокс, и нужны такие турниры. Соревнования на призы имени Владимира Чернышева традиционно собирают множество юных участников. Известный спортсмен уверен, именно из таких бойцов и вырастают настоящие чемпионы. Мальчишкам пожелать больших успехов, интересных боев. Я думаю, что те зрители, кто пришел сюда, увидят отличные бои. Вот, а думаю, эти молодые ребята, когда-то будут, наверное, чемпионами Европы, чемпионами мира, олимпийских игр. Хочу этого пожелать им. Нужно создавать возможности заниматься спортом, открывать большие и малые площадки, проводить турниры. Причем здесь активно должен участвовать бизнес. И поддерживать спорт в Оренбурге готовы. Нужно поддерживать детский спорт. И не только детский спорт, а также давать возможность молодым ребятам продвигаться в дальнейшем спорте. Будем стараться наградить всех ребят и всех участников. Но лучшие спортсмены будут награждаться более ценными призами. Сегодня второй день турнира на призы Чернышова. Финалы в субботу. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время. Как всегда, Сергей Тыщенко в курсе последних спортивных событий. У него все подробности. Покупайте квартиру у лидеров рынка. Дом на Пролетарской. Доступный комфорт. Подробности в офисах продаж. ФСК и Лист. Строим вместе. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Лучший клуб планеты в Оренбурге. Нефтяник встретился с фаворитом и главным претендентом на золото российской волейбольной суперлиги. Накануне вечером наша команда принимала в переполненном Олимпийском Белгородское Белогорье и уступила гостям со счетом 0-3. В Оренбурге сильнейшую команду мира ждали с нетерпением. Тем более, было кому передать привет. В нефтянике сейчас выступают волейболисты, игравшие ранее в составе Белогородской команды. Это Глеб Кашицын и Александр Богомолов. Забегая вперед, скажем, что насолить своим бывшим у экс-игроков в Белогорье не получилось, хотя настраивались на этот матч они по-особенному. Конечно, принципиальный матч. Хотелось показать там свой максимум. И выступить как можно лучше. Ну, теперь вскрылись ошибки, поэтому будем над ними работать. Белогорье приехал в Оренбург за победу и свою задачу выполнила. Правда, давать она гостям непросто. Нефтяники оказали белгородцам жесточайшее сопротивление. Могли даже зацепить одну партию. Но сказался опыт и класс гостей. Звездная компания во главе с Тетюхиным и Мусырским в итоге выиграли встречу со счетом 3-0, подарив болельщикам на пару с хозяевами отличный волейбольный вечер. Мы видим, что зрители очень любят здесь волейбол. Поддерживают в хорошем смысле слова. В общем-то, и соперников тоже не обижают. Следующий матч в рамках чемпионата страны Оренбургцы также проведут дома. В эту субботу, 25 октября, «Нефтяник» сыграет в Олимпийском с волейбольным клубом «Грозный». Чтобы помнили, в Оренбурге стартовал традиционный всероссийский турнир по настольному теннису памяти Виктора Черномырдина. Побороться за медали приехали представители 13 регионов страны, включая теннисистов нашей области. Выявлять сильнейшего в течение 4 дней будут 128 человек. Отметить, что с этого года соревнования включены в единый календарный план Минспорта «Россия». Это, кстати, дает право присваивать сильнейшим теннисистам турнира звание мастеров спорта. Сегодня вручили трем нашим спортсменам значки «Мастер спорта России». То есть здесь люди уже добиваются определенных спортивных успехов. Проводит турнир общества «Газпром Добыча Оренбург», который предоставил для проведения соревнований помещение и инвентарь, выделил транспорт и средства на призовой фонд, а также областное Министерство физической культуры, спорта и туризма и региональная федерация настольного тенниса. Участников под своими сводами принимает центр настольного тенниса России, который стал сегодня домом не только для легендарного факела «Газпрома», но и для всех желающих заниматься этим видом спорта. Приятно, что сегодня на фоне побед факелом присутствуем в этом прекрасном спорткомплексе, который отстроен «Газпромом». И могу сказать одно, что приятно еще вдвойне, что сегодня турнир проводится в память Виктора Степановича Анамырдина, человека, который много сделал для нашей области. Оренбургские спортсмены традиционно входят в число фаворитов соревнований, не станет исключением, судя по всему, и нынешний турнир. В числе участников – игроки факела «Газпрома» Денис Ивонин, Евгений Регентов и Сергей Андрианов, плюс воспитанники Оренбургской и Сорочинской школы настольного тенниса. Готовы побороться за высокие места и представители других территорий нашей области, к примеру, Медногорск, спортсмены которого уже успели оценить уровень турнира и собственные перспективы. Высокий уровень, конечно, потому что российский рейтинг у большинства тут есть, у девочек сложно играть. Добавлю, что проходить турнир будет в центре настольного тенниса России еще два дня. Имена победителей и призеров станут известны в субботу, 25 октября. И пока это все новости спорта. До встречи. В конце выпуска информация от городских электрических сетей. В пятницу, 24 октября, жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Перебои со светом возможны и в пригороде. Название улиц, где не будет электричества, вы видите на своих экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. И это все, что мы успели вам рассказать. Итоги недели в воскресенье подведет Юлия Гафарова. Хорошего вам настроения. До встречи. Компания «Промкомплект» предлагает насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48 дробь 3.